Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. В связи с тем, что совсем недавно обновился купон со скидкой на корабли за ресурсы, у многих игроков возникает закономерный вопрос, что лучше всего взять за сталь. Тем более, что сегодня начался ранговый сезон, в котором можно еще заработать стали. Кстати, я сегодня за утро прошел бронзовую лигу и теперь думаю, стоит ли идти дальше. Также запасы стали можно увеличить, сбивая новогодние снежинки. А еще на верфи при строительстве Хидзена за дублоны. Так что же брать за сталь прежде всего, а что можно и вовсе не брать? Для ответа на этот вопрос сперва надо понимать, что находится в продаже за сталь в этот момент, что скоро выведут и что скоро там появится. Сейчас там есть явные имбочки Сталинград и Бургунь. Очень хороший эсминец «Сомерс», неплохой линкор «Шикишима», весьма посредственный крейсер на любителя «Плимут», а также первый и пока единственный авианосец за сталь «Рузвельт». Все эти корабли показывают хорошие и очень хорошие результаты по статистике. Также надо понимать, что примерно через 2-3 месяца из продажи выводят «Сомерс», зато скоро введут крейсер типа «Атланты» на 10-м уровне «Остин». Также, по логике, выводя один эсминец за сталь, надо ввести другой. Возможно, на замену пойдет довольно интересный эсминец «Вампир», но в отличие от «Остина», пока нет сведений, за какой ресурс он будет доступен. Еще стоит учесть, что Сталинград и Бургунь явные имбы, что понятно по логике, а также хорошо видно по статистике. Поэтому можно предположить, что их могут вывести из продажи, вопрос лишь в сроках. Хотя, с другой стороны, выведение их из продажи может негативно сказаться на ценности стали, так как все другие стальные корабли явно хуже. Поэтому еще не факт, что их будут выводить, если до сих пор этого не случилось. Они явно имбовия выводимого Сомерса, но их не вывели. Значит, не факт, что выведут вообще. Но риск такой есть, и его надо обязательно учитывать, если вы копите сталь медленно. Возможно, когда введут «Остин» за сталь, и если введут «Вампира» за сталь, то что-нибудь выведут. И этим может оказаться Сталин с Бургунью. С учетом того, что о выведении объявят, скорее всего, за три месяца, то можно с высокой вероятностью утверждать, что у игроков будет еще полгода как минимум, чтобы собрать на эти корабли. А вот Сомерс выводят уже примерно через два месяца. Поэтому, если вам нравятся торпедные эсминцы, то имеет смысл поторопиться с его приобретением. Ведь эсминец классный. Смесь Шима и Гиринга. Ближе к Шиме. Три веера торпед с быстрой перезарядкой, идущие на 16 километров. Отличная скорость самого эсминца. Все это делает его уникальным и интересным, но только для тех, кто любит играть от торпед. Если же вам больше нравится контрить вражеские эсминцы, то Сомерс вам не очень зайдет. Рузвельт. Неплохой авианосец со своей уникальной спецификой. Имбо его не назовешь. Какого-то особого кайфа при игре он тоже не приносит. По крайней мере, после сотни боев на нем уже сильно надоел и даже бесит низкой скоростью самолетов и слабой возможностью контрить эсминцы. Но других авиков за сталь пока нет. Поэтому, если вы убежденный авиковод, то имеет смысл попробовать для интереса. Однако, он скорее всего еще долго пробудет в продаже, то есть можно не спешить. Шикишима. Линкор типа Ямато. Когда-то я считал, что он не лучше, чем Ямато. Но поиграв больше, все-таки пришел к выводу, что он все-таки играется чуть интереснее, а дамажит чуть больше. Хотя, по геймплею, это во многом все тот же Ямато. Поэтому имеет смысл брать только тем, кому очень зашел Ямато и хочется чего-то подобного, только чуть получше. Лично я не беру, так как такой геймплей для меня несколько унылый. Плимут. Это сильно ослабленный минотавр, но с возможностью взять одновременно дымы и РЛС на 9 километров. Лично мое мнение, минотавр лучше во всем. Поэтому брать такую лодку не порекомендую никому. Скоро вводимый Остин. Фугасоплюй на любителя. В отличие от Атланты, РЛС у него нет. Так что лично мне такое не нужно. Тот же Вустер кажется более интересным. Эсминец-вампир. Если он будет за сталь, я бы взял. Интересный эсминец. Смесь Хайду с ее долгими ползучими дымами и ослабленного даринга. На имбу пока не тянет, но выглядит интересно. Ну и главные имбочки. Сталинград. По-прежнему лучший выбор за сталь. А с появлением капитана Кузнецова он стал еще имбовее. Вот только при введении Петропавловска, а также после обещанной скорой реформы перков командира, Сталинград уже не выглядит таким интересным, как раньше. То есть все равно будет лучше Петропавловска и чуть интереснее, но разница между ними уже не такая большая. Как по эффективности, так и по удовольствию от игры. Ну и Бургунь. Просто шикарный линкор, очень фановый и домажный. Один из самых интересных кораблей в игре. Даже я, не являясь любителем линкоров, на Бургунь катаюсь с удовольствием, так как корабль реально доставляет. Если выбирать между Сталинградом и Бургунью, то первый – более серьезный аппарат для игры на результат, причем в том числе и рангах, в клановых боях и турнирах. А Бургунь больше для фана. Но в первую очередь я бы все равно брал Сталинград. Тем более, что есть риски его выведения. Впрочем, как и Бургуни. Поэтому в среднем эти два корабля стоит взять как можно скорее. Такой вот довольно сложный выбор. Мне было бы очень жаль, если бы я не успел взять Сомерс. Но по Сталину и Бургуни я бы переживал еще больше. Вот только их пока не выводят. И еще не факт, что выведут. Но риск такой есть. Но не раньше, чем примерно через полгода. Так что прикидывайте свою скорость накопления стали и решайте. Надеюсь, это видео поможет вам сделать свой выбор, а вы поможете каналу не исчезнуть без поддержки в наступающем году. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Субтитры сделал DimaTorzok